Почему в этом году школьная администрация не разрешает праздновать новогоднюю елку? Как мы объясним нашим детям, что в школе не будет праздник, когда весь мир празднует, а магазины и рынки переполнены новогодними подарками. Дети хотят петь и читать стихи на сцене, демонстрировать свои таланты, а на это нет разрешения. С этими и другими похожими вопросами в нашу редакцию обратились оксайские родители. Кроме того, в последнее время в социальных сетях родители протестуют, заявляя, что в школе не будут проводиться новогодние утренники. Праздник Новый год детям необходим, потому что это все-таки дети, и детство отбирать мы никакого права не имеем. Я не знаю, по какой причине хотят его отменить, и считают абсолютно неправильно. Каждый ребенок, и в советское время, и сейчас, мы все его ждем. Понятно, что есть праздники Новорыст, то, что мы его празднуем, но и Новый год – это уже наши традиции, устоявшиеся. И поэтому дети ждут с большим нетерпением, и все мы отмечаем этот праздник, поэтому Новый год отмечать, я считаю, необходимо. Отмена не очень нравится мне. По-моему, праздник у детей должен быть. Почти весь год маленькие дети ждут, что придет Дед Мороз. Я не знаю, как будет без новогоднего праздника. Среди жителей есть и те, кто поддерживает отмену новогодних утренников, традиционно проводимых в школах. Этот праздник бывает один раз в год. Дети его ждут, мечтают наряжаться в разные костюмы. С другой стороны, возможно, это правильно. Но как решат, так и будет в любом случае. Мы обратились в районы отдела образования. Несмотря на то, что в целом в школе сборы утренники, дискотеки не разрешены, проведение новогодних мероприятий в классах не запрещено. Такого указания со стороны отдела образования не было. В целях обеспечения безопасности учащихся в школах района в 2024 году решением Коллегиального педагогического совета школ был изменен формат мероприятий, связанных с новогодними праздниками. То есть, каждая школа организует новогодние мероприятия самостоятельно на свое усмотрение. Новогоднее празднование в новом формате проведет Общеобразовательная школа номер 5. Никто в этом году празднование Нового года не отменял, в том числе в нашей школе. Просто формат проведения новогодних мероприятий изменится. Именно в нашей школе ОШ номер 5 города Оксай с чем это связано? Вы все прекрасно знаете, что в нашей школе нет актового зала. Это очень проблематично для проведения мероприятий, в том числе новогодних. Дело в том, что с каждым годом у нас увеличивается количество детей, и поместить их уже в одном классе не является возможным. Как таковых новогодних хороводов у нас не будет, но у нас будут классные часы с нулевого по шестые классы в кабинетах. Все это мы планируем сделать в один день, 27 декабря. Вторая причина у нас в последней неделе, как раз с 23 по 27 декабря, это недели, когда с учениками проводят суммативную работу за четверть. Если раньше новогодние праздники, в связи с тем, что было большое количество детей, мы делили каждое мероприятие по дням, вся неделя была занята, то это очень плохо сказывалось на процессе обучения. Получается, что уроки в какой-то степени срывались, то артисты уходили на репетицию, потом на эти мероприятия, то начальные классы по графику должны были участвовать, и поэтому с предметниками была неувязочка. И еще одно третье в столовой, например, как в прошлом году мы проводили, мы не можем, потому что вы знаете, что мы работаем с арендатором, как ГЧП, и целую неделю не кормить детей мы не имеем права, потому что мы нарушаем тогда права детей, которые обязаны получать питание до конца четверти, то есть до последнего дня четверти. И четвертый, наверное, самый актуальный и важный момент, вы знаете, что любые праздники связаны с финансовыми вопросами. К сожалению, у нас сейчас не все родители могут позволить себе, например, взять костюм на прокат, особенно многодетные семьи или семьи, где низкий уровень дохода. Это отражается на настроении ребенка. Потом вы все прекрасно знаете, что никаких денег на подарки учителям, и тем более вообще сборы не должны быть. Поэтому здесь, чтобы еще раз снизить риск сбора финансовых средств, тоже учитывается этот вопрос. Поэтому Новый год будет, пусть родители и ученики не расстраиваются, но немножко в другом формате. В один день у нас будут мероприятия для всех классов, согласно плану воспитательной работы. А из-за того, да? Да, он будет Дед Мороз, будет Снегурочка. Ну, мы еще сейчас в нашей школе именно с администрацией, с воспитателями за очередем решаем, как мы это будем, в каком формате проводить. Потому что, как мы говорили, вот финансовый вопрос, да, даже Деда Морозу, чтобы положить конфеты в мешок, это опять сборы. Поэтому такой вот щепетильный вопрос. По словам представителей школ, в этом году в рамках нового формата будут организованы фотозоны, где учащиеся и их родители могут фотографироваться. Во время классных часов будут проводиться викторины, выставка новогодних поделок, различные конкурсы. Будут организованы поздравления Деда Мороза и Снегурочки, разных сказочных героев и новогодних персонажей. Школа лицея номер 6, где обучается 1800 учащихся, также перешла на новый формат. Мы те годы проводили новогодние праздники, совместив параллели. В параллели классов может учиться 12 классов, 10 классов. Мы задействовали актовый зал, спортзалы, столовую. Это не очень удобно, так как сейчас, я думаю, что и все дети, и родители больше налегают на образование. Мы с этих, как бы сказать, позиций взяли новый формат. В этом году новогодние праздники мы будем проводить в классные часы. Классные часы будут разного формата. Где-то будет викторина, где-то будет игра, ток-шоу, встречи друзей, посиделки у елки. Это может быть конкурс подделок, фотосюжеты, семейный праздник и так далее. 91 класс-комплект, 91 разный вариант. Я думаю, мои педагоги предложат для того, чтобы встретить этот замечательный праздник Новый год. Диалог у меня был с учащимися. Я им объяснила, почему мы в этом году немножко изменили. Это и цели безопасности детей, и вирусные заболевания сейчас, простудные. Это большой объем народа, который приходит в школу и, естественно, тем самым как-то затрудняет учебный процесс. Мы вообще с детьми у меня нет проблем. Родители ко мне не обращались, но на совещании при директоре с каждым классным руководителем мы это обсудили. И вот 91 классный руководитель пришли к этому мнению. Хочу сказать, что это не директор решает далеко, что это классные руководители сами выбрали этот формат. Новый год – это детский праздник, это семейный праздник. Я думаю, что каждый родитель должен задуматься над тем, какой чудесный праздник они могут подарить своему ребенку у своей же елочки. Такое решение позволило эффективно организовать обучение детей и придало большее значение новогоднему воспитательному процессу. На днях министр образования Республики Казахстан отметил, что любое мероприятие в стенах школы должно быть направлено на воспитание учащихся. В том числе и новогодняя елка. Любое мероприятие можно провести без сбора денег. Сейчас все мероприятия запланированы в рамках программы Бортутасты Арбие – «Единое воспитание». Все мероприятия должны быть направлены не только на развлечение, но и на воспитание подрастающего поколения, отметил Ганеби Симбаев. Майя Амирова, Жайна Гульжингасхызы, Азамат Бабагужиев, телестудия «Гары Чиганак».